Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 22 часа 6 минут в Киеве, 23 часа 6 минут в Москве. Среда, 21 декабря. Мы проводим очередной стрим. День 301 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствую тебя. Добрый вечер. Ну, что сказать. 125 тысяч нас смотрят, 25 тысяч поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давай прямо так, знаешь, начнём с визита. Да, Марк, тем более, чтобы особо нечего бродить. Там ничего за сутки сколько. Подробности сражений за конкретный дом мы всё равно сообщать не будем, потому что это военная информация, которую нельзя сдавать. Поэтому можем сразу с политических новостей. Да, давай. Первые итоги визита. Ты видел, что передано будет? Там уже Патриот фигурирует. Насколько это радикально меняет картину всего и совсем остальное? Не меняет радикально, потому что радикально меняет не только качество вооружения, но и его количество. Одна батарея – это прикрытие одного важного района, например, Киева. Или любого другого района, который сберёт военное командование, командование воздушных сил. Для того, чтобы это всерьёз изменило ситуацию в небе Украины, нужно батарейки три таких, лучше четыре. Это крайне дорогое удовольствие. Одна батарея может стоить за миллиард долларов. Ну, там плюс-минус. В зависимости от комплектации, количества ракет и всего остального там варьироваться. Ну, пару сотен миллионов и выше. От пары сотен миллионов и выше. Опять же, какая батарея? Четырёх составная, четырёхкомплексная, восьмикомплексная и так далее. Сильно зависит. Но будем посмотреть. Неизвестно, как и передают. Это в рамках Ленд-Лиза или в рамках закупки Украины или ещё миллион вариантов, может быть. Пока мы не знаем. Но мы знаем, что она придёт. И она изменит правила игры, по крайней мере, над одним районом. Потому что она, комплексы Патриотов, те, которые передают, я так понимаю, продают способностью борьбы с баллистическим ракетом. Типа Искандер. Который перехватывается значительно. Обычным был значительно сложным, чем Крылаты или другие. Другого рода ракет. Например, ракета средней дальности. А в преддверии возможного применения Российской Федерации иранских баллистических ракет, ну, это может быть отнюдь не лишним. И, кстати, это может быть одной из причин передачи. Впрочем, неизвестно. Будем посмотреть. Вот такой ответ. Поэтому, ну, американцы всегда так делают. Они ставят одну батарею, или там небольшое количество конкретного типа вооружения. Если сработало, то да, больше дают и так далее. Я думаю, одной батареи неограничится. Дадут как минимум еще, ну, а дальше посмотрим. Особых надежностей... Что касается Атакамс? Разлагать не надо. Это не супер, не супер оружие, которое все меняет. Дальность у него поражения целей в 80 километров всего. Поэтому на дальности, ну, до 150 у самых лучших модификаций, которые нам не дадут. Поэтому это прикрытие одного района крупных батареи. Ну, например, Киев. Ну, Киева и так неплохая противовоздушная оборона, поэтому здесь могут поставить два батареи. Вот она, например, или три, а еще куда-то деть. Если восьми комплексы идут, еще куда-то деть. То есть нескольких районов может прикрыть. Сильной стороной комплекса является его интегрирование в систему, ну, скажем так, для гражданских, обмена информацией разведывательной в режиме онлайн. Потому что заветские комплексы работают автономно. Каждый наводит сам себя, каждый стреляет по цели, которую он успел заметить в своем секторе и так далее, и так далее. А вот эти комплексы, они ведут всю воздушную обстановку. И компьютеры, очень простым языком говорю, рассчитывают, какие цели в какой последовательности поражать и могут передавать на соответствующие западные комплексы другие, с которыми они могут быть интегрированы. То есть на самцы могут быть интегрированы с ирисами и так далее, и так далее, что резко повышает интеллектуальную составляющую, а значит и эффективность применения. То есть, в принципе, одна батарея – это куда больше, чем одна батарея, потому что это одна батарея в рамках не отдельной, а целого комплекса вооружений, которым наблюдает, обменивается информация, принимает решения на ображение целей, количества, как обстрел, в общем, современное интеллектуальное оружие. Поэтому, в принципе, это не надо рассматривать как слишком многое, но это и не слишком мало. Это, в каком-то смысле, комплексы батареи-интегратор. Многие усилия других комплексов, она, в принципе, поднимет нашу защищенность больше, чем если бы это была просто одна батарея автономных комплексов. Неплохой. Что касается атакмусов, несмотря на запросы нашей стороны, я скептик. И американцы дадут до того, как они поймут, нужен ли им быстро разгром российской армии. Насколько быстро разгром им нужен. Потому что они делают это не потому, что они злодеи, циники, сволочи, торгуют украинскими жизнями, а по одной простой причине. Они не знают, что делать с постпутинской, Россией или построссийским миром. Не знают, у них нет концепции. Соответственно, они не могут стратегическое планирование осуществлять в этом отношении. И, соответственно, они не могут поставлять средства в том количестве, которые ситуацию так быстро развернут, что они не успеют придумать, что им делать. Они так не управляют ситуацией. Они никогда не будут запускать ситуацию по непредсказуемому сценарию. Нам бы украинцев, конечно, очень хотелось, чтобы мы быстро-быстро поразили Россию и разгромили. Но если так отстраниться от эмоций и посмотреть со стороны, то можно задать и себе вопрос, не только американцам. А готовы ли мы к быстрому разгрому России? Радикально. И последствия, которые могут возникнуть. Ликвидация. Приход к власти Пригожина или компании Пригожин-Кадыров-Золотов, например. Там, возможно, распад России с тысячами, десятками, тысячесотнями беженцев, с возникновением 20 Чечней вооруженных, на Кадыровских, да, вооруженных ядерным оружием, с расползанием тактического ядерного оружия и так далее, с техногенными катастрофами. Это большой вопрос. Если целью войны является мир лучше, чем довоенный, то быстрый разгром России может не обеспечить такого мира. Он может принести военную победу Украине, но мир худший, чем довоенный. Опасный для Украины в том числе и для безопасности. Коллективного Запада, частью которого мы являемся, и визит президента Зеленского это подтверждает. Поэтому, несмотря на простое и понятное эмоциональное желание всех украинцев очень быстро навешать Путин, стратегически ситуация далеко не столь однозначна. Поэтому американцы не имеют позитивного сценария. То есть имеется сценарий в позитивном философском смысле, то есть преследующих плюсовые цели. Они пока постремятся избегнуть саму негативного, удерживая конфликт в рамках. И это сказывается на объемах, качестве поставки вооружений. Но тем не менее, мы видим, что невозможная вещь. Про Патриоты нам говорили никогда. Забудьте, это невозможно. Тем не менее, это не поставка. То же самое будет с атакомцами. Я могу пошутить, вспомнить слова Черчилля, который сказал, что американцы обязательно примут правильное решение, после того перепробуют все остальные. Да, да, да. Рано или поздно. Тут и Абрамса, и F-16, и все же, и Хорн это дадут, и прочее, прочее. Но только тогда, когда, ну, скажем так, нам бы хотелось бы намного раньше. Кстати, сегодня любопытно историческое совпадение. Много лет назад, не помню, сколько сейчас конкретно, Черчилль выступал в этот день в Конгрессе и Семате США. Да. Ровно в этот же день. Это был 41 декабрь. Ну, 40-й, по-моему, все-таки. Да, 40-й, наверное. 40-й. Ну, вот как. Да, и теперь сегодня выступает президент Зеленский. Ну, вот так по вооружению. Но там есть очень серьезные номинации, которых раньше не было. Могу процитировать. И они не могут не радовать. Например, 100 125-мм танковых боеприпасов к танковым пушкам. Это очень много и очень серьезное подспорье. Для нескольких украинских танковых бригад и кучи батальонов. Потому что танки в значительной степени несут на себе нагрузку полевой артиллерии, в том числе при стрельбе с закрытых позиций, которые требуют большого расхода боеприпасов, хотя эффективно. И у нас танки занимаются контрбатарейной стрельбой, в том числе. Там и тогда, когда они справляются с артиллерией, либо ее просто нет. И вот это... Мы не знали, где брать эти снаряды. Это была большая проблема. И вот они, 100 тысяч, это очень много. Очень большое подспорье. Танки все-таки не стреляют, как артиллерия. Этих 100 тысяч хватит надолго. Появляется совсем интересная штука. 45 152-мм артиллерийских снарядов. 20 122-мм артиллерийских снарядов. 50 тысяч реактивных снарядов для системы ММ-21 град. Каковы, в поставках до сих пор не были замечены. И у меня возникает вопрос такой. Слух задан. А где же американцы нашли такой источник снарядов, и ракет к старому советскому вооружению? Да. Не знаю. Но это не может не радовать. Потому что основой парка, несмотря на переданное огромное количество западного вооружения, основой парка нашего ракета-нартиллерийского остается все равно советская техника. 152, 122. И то, что к ним пошли боеприпасы, это не может не радовать. Это очень сильный козырь. Если этот источник не иссякнет, марк, положение на поле боя начнет быстро меняться. Ну, как, начнет меняться в нашу пользу весьма существенно. 500 до управляемых снарядов дали артиллерийских, что тоже очень злая штука. Потому что 500 снарядов – это 450 попаданий. Очень точно. Ну, 37 броневиков Кагуар. МРАП. 120 автомобилей Хамби. Это, считайте, можно так бригадку сформировать. На колесной технике. Вот это плюс, как это, наземные бронесистемы на одном бронесистеме. Уже хорошо. И многое всякого такого подняло. Очень приятно. Ну, что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Какую политическую роль его визит сыграть? Ты уже упомянул о символической его участии. Ну, как он повлияет на расклад сил в том же Конгрессе, на республиканцев, на всех остальных? Мы не можем сказать, что это зависит от характера речи. Мы куларные переговоры бы не увидим и не слышим. Но от характера речи, которым надо очень внимательно слушать, какие месседжи туда вложены, посмотрим. Дилемма Соединенных Штатов заключена следующее. Есть противостояние между республиканцами и демократами. Серьезное. Да, еще оно с явным, отчетливым предвыборным привкусом. Потому что только что были выборы промежуточные. А 24-м президентские. Считайте, 23-й это предвыборный год. Уже компания по логике идет вовсю и будет идти. А у самих республиканцев четыре основных блока течения партии. Есть существенное противостояние между Де Сантосом и Трампом, крайними изоляционистами, которых мало, но они есть. И умеренными республиканцами, республиканцами-консерваторами. Три направления в демократической партии, включая ультралевые. Их примерно 25%. И это большая проблема даже для самих демократов. Потому что, когда, вспомним, как один из их лидеров во время предвыборной кампании сказал, что ГУЛАГ хорошо, и туда бы посадить всех сторонников Трампа. Но это в Америке звучит, это в принципе звучит, а в Америке звучит крайне удивительным образом. И политика в Америке внутренне находится на грани такой скрытой гражданской войны, идеологической. И мы знаем, что республиканцев науськивают очень многие, либо они честно заблуждаются в отношении примерно такой концепции, что они думают, что БЛМ, особенно консерватор, это логика, ультралевые, скажем так, ультралевые демократы, это гораздо хуже Путин. За этим стоит очень серьезная религиозная подоплека, философия, картина мира. Они считают, что Путин консерватор, на секундочку, защитник консервативных ценностей, а эти гады хотят разрушить мир, и лучше Путин, чем ЛГБТ. Поэтому президенту Зеленскому предстоит решить там задачу, не знаю, будет ли он ее решать, но Украине, скажем так, предстоит решить задачу, мы по его речи поймем, объяснить американцам, что настоящие консерваторы, не консерваторы, а защитники вечных ценностей западных, это мы. А Путин это очень, на самом деле, очень простенький, недалекий имитатор так называемой защиты, потому что его неприятие не имеет под собой религиозную основу, оно имеет под собой вульгарно-криминальное неприятие, скажем так. У них дистанционалистская, то есть у них очень такая строгая протестантская вера, а это просто криминальная, ауешная культура, которая возведена в России в граждан государственной идеологии, и слегка припудренная какими-то православными, прости Господи, чтобы не обижать православия, православными вот этими вот вещами. И они очень сильно заблуждаются, даже самые умные из них люди. Поэтому мы посмотрим, какие месседжи кому и как он пошел в открытом послании, но мы же понимаем, что заследить будет очень много американцев, так называемых, хотя среди них могут быть миллиардеры. И вот успехи донесения важных месседжей, что такое протестантизм? Это люди, которые все решают, все. Они привыкли верить харизме выступающих. Я не буду очень внимательно смотреть президент воюющей страны, про которую они думают разные, что он скажет, какие акценты расставит, какую харизму он продемонстрирует, и можно ему верить или не верить. Если ему поверят, ситуация очень сильно изменится, потому что избиратели окажут соответствующее давление на сенатору своих представителей. Если поверить ему в любом случае, мы знаем, как выступает президент. Вопрос только до какой степени и на каких месседжах будет сделан акцент, мы посмотрим. У нас почти 280 тысяч смотрят, 71 тысяч поставил лайки. Он планирует, как говорят, заехать еще и в другие страны. В Лондон и так далее. Что известно? Ничего не могу сказать, но это что, даже если бы я знал, потому что он президент воюющей страны. Заранее говорить, куда он поедет, нельзя. Ну, пишут об этом. Да, но скажем так, многие об этом пишут. С точки зрения логики это очень логично. Потому что если уж вырвался, сумел, нашел время, паузу и так далее, воспользовался обстановкой, которая тяжелая, но контролируемая на бахмутском направлении, то и в преддверии принятия Российской Федерации решения, руководственного Российской Федерации решения о возможном стратегическом наступлении, повторном на Украину, не грех и посоветоваться, особенно если речь о Британии, речь о Германии, Франции и так далее. И здесь еще один важный момент. Он же поехал с инициативой, которую он пытался показать миру об обращении перед финалом чемпионата мира и то, что не позволило FIFA сделать. Это предложение о проведении глобального саммета безопасности. Основным предложением, где будет реализовано украинское предложение, которое позволит сделать мир безопаснее для всех народов, а не только решить Российско-Украинскую войну, завершить. Но и там новая модель будущего. Будущая система безопасности мировой. И предложена президентом. Основой ее должно быть 10 пунктов, которые на бахе анонсированы. И он может говорить о поддержке, в том числе, этой инициативы о проведении саммета. Это очень важная вещь. Она кажется проходной очень многим людям, которые привыкли мыслить, захватили и не захватили конкретную деревню, и их нельзя в этом упрекнуть. Но могу обратить их внимание на то, что ни у Путина, ни у китайцев, ни у американцев, ни у кого сейчас в мире нет картины будущего мира. Все в негативном сценарии. Ну, как бы не допустить сползания в еще большие проблемы. А что там светлое будущее строить, большой вопрос. Китайцы предлагают цифровую колыбель, которая в значительной степени похожа для меня на цифровую тюрьму и некий биполярный мир. Но биполярный мир уже проходил. Поэтому это ненавизна. И президент Зеленский контурно, но предлагает новые решения в глобальном масштабе. Это интересная история. Здесь инициатива полностью Украины, субъектность. Посмотрим, как она, эта тема будет отработана и реализована. Он может еще об этом всерьез говорить. Ну и понятно, подготовка Украины к войне. Не к войне, а к продолжению войны, окончание ее, хотя бы окончание далеко, но стратегически надо уже мыслить. Напоминаю, что Ялтинская конференция, вернее, Поздамская конференция, Тегеранская, это 43-й год, то есть победа еще два тяжелейших года была до окончания Второй мировой войны. Поэтому, тем не менее, тогда уже говорили о контуре после войны мира, потому что, в принципе, стратегический итог был понятен. И да, хотя США еще даже не вступила в войну, и Британия на Европейском театре. Только в Африке, ну как в Сицилии, Италии, во Франции не высаживали. Поэтому еще были грандиозные битвы на Тихом океане, еще только Курская дугая, всякое такое. В общем, это была история, мало кто верил, и все думали, ну когда-то еще победа, а лидеры уже думали стратегические после войны мира. То есть, вот примерно то же самое. Это аналог такой мобильной Тегеранской конференции. Может быть, сейчас. Потому что российское руководство сейчас колеблется, решая задачу, что же сделать с этими 200 тысячами, которые у них есть в запасе, которые, с одной стороны, кажутся колоссальной цифрой, а с другой стороны, если мы посмотрим, что за три месяца усилий под Бахмутом они положили 60 убитыми и ранеными, треть от 200, и не взяли даже два маленьких города Бахмута и Солидар, то эти 200 тысяч уже не кажутся такой большой цифрой, учитывая, что после Бахмута и Солидара, представим себе невероятно, что их взяли, еще пять крупных городов только в Донецкой области. Каждый из которых больше Бахмута и уж точно больше Солидар. Поэтому 200 тысяч, оно только кажется очень многое, и Путин и его генерал, и там есть публика, которая больше склоняется к трезвой оценке обстановки, и понимает, что если 330 тысяч изначальных, таких очень подготовленных войск, включая 1-2 корпуса армейские, или так называемые, простите, господи, милиции ЛНР и ДНР, они не решили задачи, которые Путин перед ним ставил, генеральный штаб в начале войны. То, что взять с мобилька, с мобилизовкой, которая там еще и плохо вооружена. Поэтому они на развилке, по одной простой причине, что если положить эти 200 тысяч, ну, возможно, есть определенные сомнения, у меня сподобится ли Российская Федерация на третье такое усилие, снова где-то найти и призвать 300 тысяч, что людей-то они найдут, вооружать чем? Палками? Стрелы? Прощай. А даже если это сделать, какова их будет боеспособность и смогут ли они решить задачу удержания Крыма? Удержание Луганска, Донецка. А что, если говорят там осторожные люди, война перекинется на российскую территорию непосредственно? Что мы тогда? Кем воевать-то будем, если эти 200 тысяч положим? И в этих 200 тысяч слишком мало для охраны и обороны уже собственно российской территории. Так чего же там наступательные операции предпринимать? Ну, я знаю, ты обязательно спросишь, ты скажешь, что ты скептик, и они обязательно пойдут в АТУ. Я уверен, что они полезут вперед, потому что они идиоты. Но идиоты, они уже стороны. А какой еще вариант? Крепко битые, да. А вторых вариантов у них нет особо. Какие варианты? Отдавать всю территорию? Нет, не получится. И вот в преддверии этого полезут, Зеленский проводит консультацию по укреплению, итогом которой должно стать укрепление обороноспособности Украины и способности сил обороны Украины. Так, так. Скажи мне, пожалуйста, Путин попытался ответить публично. Провел расширенную коллегию Минобороны. Сделал ряд заявлений. Стандартный набор, но ничего особенного. Как ты прокомментируешь? Ну, он же мечется, как ты справедливо сегодня отметил в другом нашем разговоре. Мечется между Генеральным штабом, Ростовом, Министерством обороны, Белоруссией и так далее, и так далее, потому что они тоже пытаются понять реальную степень боеспособности, готовности, участие возможного союзника передачи вооружения и военной техники, производства этого вооружения, военной техники и так далее. На кого можно рассчитывать, на что можно рассчитывать на противостоянии и прочее, пытаются бодриться, хорохориться, но на самом деле они решают задачу, где, как и на каком направлении, какими силами. Это очень непростое решение, потому что это фактически ва-банк. Если они 24 февраля, 23-го имели иллюзию превосходства и решение проблем очень быстро, то сейчас у них никакой иллюзии нет, они понимают, что 200 тысяч это ничтожно мало. И хотя они брошены на 2-3 направления, они могут конкретно напрячь нас и привести к большим потерям и даже частично, возможно, уступки территорий. Но как это? Как под Бахмутом. За 3 месяца 2 километра, да, ценой огромных потерь у российской армии, то новых брать будет очень сложно и вооружать. И они как бы вот как раз в положении, когда и хочется, и колется, то, что называется. Поэтому там идут тщательно взвешивания возможностей и вариантов. Они понимают, что фундаментально этот конфликт не изменят, хотя публично заявляют амбициозные цели перехвата инициативы стратегической, переигрывания войны, навязывания своей, войны и так далее. Но как только я вижу Байдена Зеленского в Бабальном кабинете мирно-беседующих, я сразу понимаю, что их план перехвата инициативы, свернув трубочку, ставят им очень глубоко. Поэтому как бы... Поэтому как-то так. Вот они тоже это чувствуют. Знаешь, как бы Салтыкова ущадрина. Не умом, не умом, но поротой задницей зарабил мужик. Вот они сейчас рабеют поротой задницей, потому что они наступать, они, как ты, по-моему, справедливо отмечаешь, не могут, потому что это, допустим, наконец политическая фигура, может быть, и физическая фигура, а наступать не получается. Они это заранее знают. И надо как-то так наступить, чтобы вот как бы и вот поудобнее устроиться на костре. Понимаешь, да, в будущем? У Марка Твена есть, он говорит, они уселись на лавочку. Да, мы уселись на лавочку с видом мучениц первых времен христианства, которые пытаются поудобнее строиться на костре. Вот это как раз про Бутина, швыгу, и всех его тазалищ. И они просто на костер хотят удобнее присесть. Ну, потому что выхода нет, у них уже все. Но, как бы, драка предстоит. Если стоит, как командиры проверяют полки. Ну, да. С полки. Сегодня я заболел. Поэтому я приношу всем извинений говорить. Очень мне трудно. Мне кашляет мучение, а не эфир. Давайте завтра все-таки поговорим. Завтра все нормально? Да, Марка. Вылечусь. А еще попьете бютики наполнительно, и я, в общем, думаю, справлюсь. Спасибо. Ну, да. Мы главное сказали. Завтра все детали обсудим. Тем более сейчас будет пресс-конференция. Тем более будет ресурсанты визита, и будет сюда подробно. Спасибо всем, друзья, огромное. Пожалуйста, ссылки на это все размещайте. Подписывайтесь на канал Фейгенлайм, и на канал Алексея Арестовича. До завтра, так далее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok